всем доброе утро друзья как ваши дела я надеюсь что все нормально несмотря на ситуацию во всем мире желаю вам хорошего настроения хорошего дня сейчас тоже мы с утра с машкой забрали уже лёшку на плавание через 20 минут где-то пойдем привезти обратно у нас сегодня пасмурная погода не так уж холодно но темно ведь и мне жаль все закрыты детской я пришел сми свет ключи что чуть светлее было бы у нас тоже ничего все по-старому вчера тоже я ничего не снимала не знаю как-то эти несколько дней найти как вот и бывает день хочется что-то снимается потом не хочется настроение то что-то снимает сама вообще выходить и плюс на это все когда смотрели что что творится в украине вообще нет настроения не веселиться ничего но ничего все будет хорошо надо верить в это сегодня тоже планы у меня не такие уж особенные как всегда хочу хорошенечко прибраться потому что дети тоже дома никуда мне спешить приготовить обед кстати тот день котлетки я так и не сделала так что можно сделать сегодня и хочу может быть если время будет если меня за день ничего не изменится хочу испечь яблочный пирог как раз мне яблочки здесь учета не кушают и чуть-чуть возьму на яблочный пирог как раз алик очень любит пирог вот такие дела друзья завтра тоже на 4 значит вчера я еду с магазина и на светофоре остановились и там есть в одном месте у нас парикмахерская называется престиж кофе и у них работают визажисты тоже и я как-то знаете мне голову давала давай-ка я позвоню спрошу если не перед берут стажеров на визажиста я позвонила стажеров то берут но у них как раз есть уже стажерка которая пока еще там и она сказала что в данный момент как бы не берет я говорю ну давайте хоть бы после этой стажерки вы меня возьмете сейчас мне нет разницы сегодня завтра когда сможете она говорит я думаю может на год и и оставлю ну я уже не знаю правда наставит или правда и просто не знаю в общем сказала нет потом я зашла в интернет поискать если здесь есть такие еще парикмахерские с визажистом ну где еще плюс красят за людей там разные дневные и вечерние макияжи и свадебные и нашла еще один какой-то классный такой салон несмотря никогда здесь не замечала и присоедини далеко от нас прямо прямо в центре находится и я туда тоже позвонила значит мне ответили я спросила я сказала объяснила что я прошла как бы обучение на визажиста и сейчас хочу найти стаж чтобы набраться больше эксперимент но это практике ну чтобы побольше набраться практике и он мне сказал лучше как будет если придете на место поговорите прямо напрямую с директором и уже там он посмотрит так как что и смотря что за стаж и в общем значит завтра я решила завтра у нас четверг решила завтра пойти и пообщаться с этим человеком просто я то переживаю то что у меня сертификат от гуар на английском языке где-то надумаем прокатит не сейчас на русском языке точно не возьмут и не обратят внимание на это лучше кто по ним во первых сейчас сейчас русскому ничего не показывать я думаю на английском то у меня есть я не переводила но я заберу с собой покажу посмотрим может меня возьмут айпук на стаж хоть на это я чуть-чуть похожу чуть-чуть большему чему-то научусь уж так без дела сидеть это уже невозможно вот я именно вот вы все не представляете можете есть некоторые кому нравится просто так сидеть целый день заниматься домашними делами и как бы и все да ну я не могу я хочу пойти хочу чем-то заняться мне вот сейчас данный момент если меня вас возьмут и на стаж и если я вот некоторое время прохожу там чуть-чуть этот попрактикуюсь для меня будет большой плюс потому что я дальнейшем уже будут спокойнее буду сама уверенной потому что я уже буду работать с людьми там не уже будут на клетках это все показывать как нужно что я уже не буду бояться этого и уже я смогу сама работать на себя вот такие дела у меня друзья вот такая у меня новость завтра я надеюсь что все но если даже не возьмут ничего здесь еще много солны есть может быть я и другое найду если суждено то меня возьмут здесь не сущий но значит не сущий ну не знаю как то так не буду тоже на это как бы я не надеюсь если честно я не надеюсь что меня возьмут но все равно хоть один процент у меня надежда есть посмотрим посмотрим как же все будет завтра обязательно вам там знать сегодня тоже я не знаю если мы выйдем с детьми потому что погода непонятная может быть дождь покапает пока пасмурно но не так уж холодно тоже ну я не знаю как будет кстати я вам вчера я не выходила к вам поздравляю вас сегодня сначала весны уже надеюсь что за этот месяц все хорошо пройдет я имею ввиду насчет войны в украине и все будет хорошо и будем жить нормальной жизнью как жили раньше весну я очень сильно люблю но март месяц нет потому что это у нас грузии на звук гижмарт то есть марте может и снег пойти и ветер и дожди и холод есть после этот март пройдет а потом не знал будет уже тепленько солнышко когда эти цветочки растут на деревьях этот вишневые эти на эти деревья на них маленькие цветочки красивые так очень люблю весну и лето ну и то что и радует что после весны идет лето и и вот так наконец-то будет тепло и наконец-то мы сможем наслаждаться солнышком что многие знаю когда солнце выходит жарко становится плачут но и твои жарко жарко я нет знаете все время летом резово знаете как он не сильно говорит теперь нам узко потому что жара холод стебегать все равно захочешь можешь выйти мне правда все равно летом да вот что же сделать жара это лето а если сейчас от жары прятаться от холода прятаться ничего невозможно сделать так поэтому не нужно зависеть от погоды я только в том случае зависит погоды когда пасмурная погода дождливая это стараюсь сама себе поднять настроение а вот когда летом вот когда мы в грузии были да очень жарко было вот невыносимо даже вот выйти не вас я вот выходила на улицу я у меня вообще солнце аллергия у меня сразу лицо краснеет краснеет как помидор и белые пятна появляются и вот даже тогда я горел раз пойдем выйдем гатыша с ума сошла в эту жару я кури что лето ну как бы на меня это не действует я могу перетерпеть но хоть выйти насладиться чем-нибудь сейчас понимаю да неприятно в эту жару ходить потеть понять и все но мне все равно ну в общем я надеюсь это лето придет все нормально будет естественно мы недавно сразу говорили думали может вообще лет 7 летом не поехать в грузию потому что такая ситуация творится в украине мы не знаем как будет дальше но я знаю что будет все хорошо я уверен потому что мы можем мы прошлый раз поехали через украину в этом году точно не поедем даже если там откроют аэропорт и все такое нет это очень опасно при детьми я не собирался рисковать и реза тоже поэтому или же мы возьмем прямым рейса но нужно будет взять очень рано билеты несколько месяцев раньше потому что так дешевле будет или же придется ехать через турцию но через турцию тоже там где-то три часа нужно ждать пересадку но не знаем посмотрим и главное чтобы поехали то же начали разобщий говорю не поедем в этом году уже как-то не расстраивалась потому что я очень так намеренно пойти отдохнуть хоть в этом году но если тоже не получится поехать грузию по этим куда-нибудь здесь во франции в южную сторону или же горы мы пойдем отдохнем в общем вот так друзья дела у нас сегодня сейчас тоже очень разговаривала с телом хочу прибрать постели постели хочу убрать пока пойдем за аликом хоть это сделать потом приду уже приготовлю обед котлетки пожарю да потому что макарон у нас есть котлетки только пожарю детки тоже любят приберусь а потом уже днем или к вечеру есть и конечно я никуда не выйду и ничем не займусь то может быть целую пирог так что друзья оставайтесь на моем канале не переключайтесь и до скорого я нужен на бассейн потому что я еле успела заправить все постели уже время идти залежкой потому что них только полчаса длится вроде бы солнышко выходит понятно все ждем мы уже дома сейчас тоже хочу алика посадить на завтракать потому что до бассейна я его не кормлю он вырывает и и сейчас посажу его завтракать а потом пойду с речи гулять опять тушь почистил на воздухе а речи ходит здесь вокруг нас наверное гулять хочет поэтому мы уже на улице кстати сегодня получила наконец свою новую к банковскую карту так что надеюсь больше проблем у меня не будет речи речей эти глаза я не успеваем учистить постоянно грязно погода тоже такая спокойная чуть-чуть маленький ветерок а нам надо домой даже не хочется сейчас нужно тела делать все подряд ужас все друзья я уже фарш приготовил для котлет что с моими волосами сейчас тоже буду уже и пожарить своими приготовленными сухарями если я их пожарю тоже и уже закончу у меня фарш добавлю соль и перец не хорошенечко помешаю люблю готовить украдут так я не везде не всю не пачкаю если возможно конечно то что как у меня здесь нету ни шкафов ни чего что можно было поставить тарелку там миски вот так быстренько люблю делать все украна тут же вода чтобы удобно чтобы удобно было так быстренько купим еще вот 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 все фарши уже хорошенечко перемешала видим какой стол вот вот помешают что вот такой мягкий бил бы и уже всяких там дырочек и все и комков сковородку поставлена вернее на плиту ставлю на маленький огонь потому что не хочу что просто сгорела бы а внутри сырой глубокая тарелка по сторонку можно будет делать формочки Спасибо. Смотри, какие колеса, она встает. Сама и котлетки. Будь здоровы, Машка. 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 Ш lane дороги, Миш motivate. Будь здоровы, Машка. Будь здоровы, Машки. Александр Буэлла. Вот у меня 5 штук здесь поместилось. Я больше не пожарю, потому что вечером уже пожарить свежие. Это в основном для деток я сейчас делаю на день. Я не знаю, Сережа придет обедать или нет. Как раз здесь, что ему тоже хватит. А так, если что, вот я фарш оставила, и потом уже вечером пожарю. А сейчас тоже у меня на маленьком окне котлетки стоят, жарятся. И я сейчас закрою крышечкой, так она не будет плескаться. И вонять кухня тоже не очень будет. И плюс она будет вариться снутри и жариться. Вот так. Альки Ильич отдыхают себе. Пока они поругались, подрались. Потом померились. Да, потом померились. Сейчас вместе. А Машка тут у нас рисует. Уже не рисуешь, мам? Ты все? Почем здесь кладешь? Здесь вместо игрушек? Да, мам? Сопельки, иди сюда, возьми салфеточку. Я вспомнила, друзья, я должна сегодня вот это забрать, постирать. Большую машинку. Это чехол от Алькиного матраса. Он чуть-чуть испачкался, я хочу его помыть. Я хотела свои машинки помыть, но не помещается. Потому что очень толстая и тяжелая. И поэтому у нас на улице есть в некоторых местах машинки уличные. И сушки тоже. И я решила забрать туда, чтобы постирать. Потому что вручную тоже не получится. Оно очень-очень толстое. Даже если я намочу, я не смогу его выжать. У меня балкона тоже нет, чтобы вывесить. Так что придется нам сегодня это забрать, помыть. Маш, что ты делаешь? Маску. Маску? Да. Все, котлетки уже пожарились. Я тоже сейчас сяду, чай выпью. Потом уже начну убирать в дом. Друзья, я уже все закончила. Котлетки дожарила. Прибрала дома тоже. Сейчас дети сидят, обедают тоже. И собачку тоже накормила. И сейчас хочу себя привести в порядок. Надо пока соберем. Давно я с вами себя в порядок не приводила. Что-то я себя в порядок приведу. Нам надо будет выйти. Я не знаю, сегодня мне этот чехол постирать. С детьми пойти или нет. Потому что надо будет ждать там. Они не могут ждать долго. Плюс еще мне нужно конверт купить, чтобы отправить кое-какие-то бумаги и документы. Наверное, пойдем просто купим конверт. И этот... Просто чтобы отправить документы. И все. Вернемся домой. И может потом я приготовлю уже яблочный пирог. Кстати, я совсем забыла. В понедельник у Розу День Рождения. И надо будет приготовить, испечь тортик. Не знаю, какой. Ну, хочу приготовить тортик для Розуа. Завтра тоже у меня будет день закупа для дома. Плюс мама должна с собой собрать. И тоже нужно магазин. Так что завтра мы будем с мамой ходить по магазинам, покупать продукты для дома. И плюс хочу пойти в эту паркурсу в салон. Насчет стажа. Подороги заехать. Спросить все. Синяки у меня никак не проходят. Я думаю, никогда не пройдут. Это так. Такое ощущение, что большую-большую синеет. Они как будто кушают, с речей играют. Вот я купила вот этот тональный крем. Мой любимый. Кстати, когда я сейчас чистила пол, полы чистила, в комнате как раз была. И в этот момент Олег зовет меня. Мама, иди быстро. Я думала, что случилось. Какая-то кто-то к нам стучался. А он взял двери, открыл. И речи вышел. А у соседки напротив тоже дверь была открыта. И он прямо к ней домой сошел. Незваный гость. Хорошо хоть женщина не боится собак. Кто-то другой был. Наверное, сразу начали кричать. Пальцы вызвали бы. Не знаю. Бывают некоторые такие. Это тоже девочка пришла. Насчет светогаза там. Рекламу делала, чтобы поменять этого поставщика. Или как их там называют. Я сказала, что этим не я занимаюсь. Эта фактура уже получает. Автоматически на свой почтовый ящик. Не почтовый, а электронный ящик. То есть на телефон ему приходят сообщения. Ну, эти фактуры ему приходят. Они мне по шуму платят. Нет, она мне дала свой номер, чтобы я тут, когда разу придет, чтобы я и позвонила. Вы там, ведь он сейчас, что, этот свет и газ подорожали. Подорожают. Плюс еще говорят из-за того, что вот эта ситуация все творится. говорят, что свет, газ очень сильно подорожает. И бензин, дизель, это все тоже очень-очень подорожает. И они все время вот так ходят по квартирам, рекламу делают, что как бы метом приостановят нам повышение этих цен. Ну, не знаю, это правда-неправда. Сейчас у нас, где мы, через кого у нас свет, через 10 секунд у нас сделали контракт. И там минимально мы платим до 100 евро, там где-то до 90 евро, наверное, если не больше. Я не знаю, если меньше еще сделают. Я думаю, невозможно, потому что у нас все на свете. У нас газов что нет, мы употребляем только свет. Вот так. Так, тональный крем чуть-чуть темнее. Я думаю, нормально, не очень отличается. Потому что тот, что у меня другой есть, если ладно, он очень-очень светлый. Чем? В тот день я попробовала нанести тональный крем спонжиком. Но я заметила то, что спонжиком тратится больше тонального крема, чем кисточкой. Потому что это все впитывает, вы видите, впитывает спонжик в себя. Тональный крем большинство и чуть-чуть мажется на лицо. А кисточкой я вот даже каплю делаю, и я на все лицо могу размазать. Она не так впитывает, как спонжик. Спонжиком-то хорошо наносится, но то, что вот так быстро-быстро будет заканчиваться. и плюс как спонжиком наносите, очень много наносится на лицо. И впитывает себя, и плюс много наносится на лицо тоже. Оно не так уж размазывается, не слегка, а очень видно, что именно у вас намазано. Я это не люблю. Есть кому нравится этот толстый слой этого тонального крема, я не люблю. Когда очень видно. Тихо. Вот как будто они нитят, ужас, пока не кушают, по ужасу не уходит у меня. Целую часть сидят, веселятся, обалдеют, это все остывает и все в конце, мама не хочу, но заставляю их доедать, максимально заставляю, чтобы они все съели. Потому что если не буду заставлять, я не буду знать, что по нот, но это и мама скажет хорошо ничего, а сейчас я ничего не буду говорить, пусть кушают. Холодные, не холодные, мне все равно. У меня такое ощущение, что у меня брови чуть-чуть потолстели, не мне так кажется, не знаю, наверное мне это кажется. Все, друзья, сейчас тоже тушь нанесу, просто так мне неудобно через телефон нехорошо видно, пойду посмотрю, что же они там сделали, да или нет, один их тоже, и мы выйдем, наверное, уже. Все, друзья, мы уже одеваемся, сейчас выйдем тоже. Куда? На почту пойдем, этот конверт надо купить и отправить документы. Потом? Домой? Да, потом, да. Потом? Что потом? Потом мы куда пойдем. Ну куда пойдем, там не путем. Ночью погулять. Холодно, плюнусь. И что? Девушка прочь, если мне. Куртка. Все, друзья, мы вышли уже на улице как-то так, чуть-чуть, прохладненько. Сейчас будет уже тепло, пешком ходить. Уже надоело на машине ездить, сейчас нам эти документы должна отправить. Мама у меня порога была. А что? Ничего. Ты сейчас обзывался, чтобы друг друга поиграть. У меня есть что-то. А что у меня есть? Что нибудь. Ты дерево, а ты что для меня? Кто? Ты Костик. Ты телевизор. Ты дом. Ричи только что, пока я его зажила, я говорю, Ричи, пожалуйста, иди на место, мы сейчас должны уходить. И этот, мы быстро придем. Он на меня смотрит, смотрит и зашел, пошел. Спокойно, на своем месте зашел, без проблем. Уже понимает все? Да. Только нужно спокойно ему объяснять. Там кошка. Че? Вот там она, где окрытой. Ага. Мама, ты с стаками? С стаками. С стаками. Добыльно. С стаками. Что? Ты сказал стаками. Мама, ты с стаками. Не с стаками. Мама чистит воду окном. Водой. Оля-ля, Маша. Не окно, а где машина нет. Эти дети, чем больше ходят в школу и в садик, они больше русский забывают. А? Я говорю, вы чем больше в школу и в садик ходите, русский больше забываете. Путаетесь. А что? Не, ну, я имею в виду, вы на французском говорите там целый день, а потом на русском вам чуть-чуть сложнее говорить. Ну, это хорошо. Ну, хорошо, что вы на французском лучше говорите, и плохо, что вы русский тихо-тихо забываете. Мария лучше чуть-чуть на русском говорит. Я нормально на французском говорю. Только какие-то слова метрес говорит, я не запоминаю. Ну, да, есть некоторые трудные слова, но со временем научишься, привыкнешь к этим словам тоже. В общем, друзья, мы поедем, сейчас я уже выключу камеру, потому что не хочу, чтобы нас остановили. И чуть позже уже подключимся. Мы уже пришли домой, отправила тоже почту уже все, что нужно было. Сейчас я хочу быстренько покушать и пойти вместе с детьми на улицу, и плюс заодно с собой забрать Ричи прогуляться. Пока еще чуть-чуть нормальная погода. Не там уж прохладно. Так что сейчас я быстренько перекушу и пойдем гулять. Друзья, мы уже вышли на улицу гулять. Ричи балуется. Да, хочет бежать, бегать хочет. Его еле держу. Мы уже поднимаемся домой. Один грудь большой дали. С ума сходить, балуются. Хочу, мы парни нашли. Тихо-тихо. Ножка тоже уставшая, без настроения. В общем, решили вернуться домой. В общем, сегодня тоже пирог отменяется, потому что у меня нет муки и сметаны. Завтра, когда пойду по магазинам, куплю это все и уже в пятницу приготовлю пирог. Может, даже не приготовлю, потому что на понедельник хочу тортики испечь. Просто жалко, чтобы яблоки не испортились из-за этого. Ну, посмотрим. В общем, как будет. Может, один небольшой пирог испеку все равно с яблочками. И вот так. Сегодня что-то еще хотела сделать, но я не сделала. Что я не помню. Не помню. А деда-то покрывала тоже я не забрала. Ну, то есть чехол не забрала. Уже заберу в пятницу, когда дети будут в школе, я сама одна пойду. И с утра там закину стирать и уже сама подожду там. Да. А завтра тоже у меня будет весь день занят. Утром, может быть, что-то приготовлю. Потому что после обеда она будет походить по магазинам и еще пойти по делам своим. Детей привезти, накормить. И вот так пойдет уже завтра с недели у нас. Так что я не знаю, если я завтра к вам точно выйду или нет. Может быть, к вечеру выйду, просто вам сообщить, если меня взяли на стаж или нет. И вот так, ну, друзья. А в пятницу тоже уже буду. Если спеку пирог, то обязательно засниму, с вами поделюсь. Я уже не помню, если я с вами делилась или нет. Ну, кажется, да, в предыдущих видео я уже, кажется, делилась. Еще плюс хочу на днях попробовать сделать эти магнум кейки. Это, знаете, эскимо пирожное, что есть на палочках. Хочу попробовать сделать. Ну, посмотрим, как будет. Заранее когда говорю, у меня ничего не получается, если вы заметили. Поэтому заранее никогда не хочу говорить. Но то, что хочу сказать, то, что хочу попробовать сделать. Но когда именно, не знаю. Посмотрим. Вот такие дела, друзья. Тоже как будто прогулялись. Ну, хоть чуть-чуть походили. Речь тоже лучше. Ну, для него хорошо. Он целый день дома с меня сидел. Дедушка его не выводил. Конечно, было очень сложно. Потому что плюс дети, плюс это собака. Потому что когда я от нас с ним хожу, он очень спокойно со мной рядом ходит. А сейчас он чуть-чуть баловался. Приходилось его сильно держать. Подталкивать к себе. Этим мошенником дурацким. Как я не люблю этот ошенник. Потому что как я расслабляла этот ошенник, он не убегал от меня. Проходилось на коротком его держать. Плюс Машка тоже уставшая. С носом было без настроения. И поэтому я уже решила вернуться домой. Сейчас тоже быстренько их всех накормлю. Ну, где-то через полчасика. Потом Лиза придет уже домой тоже. И вот так мы скупаем деда. Спать. И завтра уже школа. Ну, такие дела. Мы хотели пойти на выходных на буллинг. Но не получается. Потому что за то, что в активном зале еще не активировалось. Надо немножко подождать. А то его не пропустят. Не впустят его никуда. А потом еще хотим пойти в Версай. Творец Версай. Как раз уже теплеет. Хорошей погоды. И хотим детей забрать в этот творец. А потом уже пойдем, может быть, в музей Лувры. Ну, вот так уже будем тихо-тихо выходить. Детей выводить уже по выходным. А то сидя дома уже смазать можно. Друзья, я совсем забыла, что мне нужно сейчас дожарить котлеты. А что ты делаешь в моей комнате, мама? А что у меня в комнате? А что? У тебя комнаты нету? Да, мама, у тебя хоро... Это... Хорошее. Что у тебя проводить? В общем, сейчас я быстро, быстро переоденусь и... И... Господи, вообще так заедаю. В общем, я сейчас переоденусь быстро и пойду в кухню дожарить котлетки. А то этот фарш испортится. Неправда. Машка сидит, огурочки кушает. Неправда. Неправда. Устал, Ричик? Ты устал? Угу. 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 Рич, ты не слишком тут разлегся, а? Весь диван занимаешь уже, а? Угу. 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 Шума-сей-чи. 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 Котлеты тоже я уже поставила жарить. и сейчас дети пойдут кушать это мама уже 6 часов почти ну чуть попозже не прямо сейчас посмотрим курицы не делая котлеты готовые нету антики там если макарошки простые да я струю скучал еще у нас уже тоже уже темнеет так быстро новости эти два дня я не так смотрю не хочется лишний рассмотреть страшно если честно хотела на днях несколько челленджов снять здесь вместе но знаете как-то не идет рука на такие влоги видео такое ощущение что я предаю этих людей которые там находятся и как-то не могу думаю пусть чуть-чуть все это пройдет потом уже будем веселиться ведь все с тобой алику мамы на кровати как смотрит и пойду в общем помешаю переверну котлетки чтоб не сгорели друзья я уже тоже сейчас пойду деток помою как раз у ванна зашла приготовила все вещи заберу и уложу спать вам желаю хорошего вечера друзья не забывайте подписываться на мой канал ставить лайки пожалуйста не забывайте ставить лайки и встретимся с вами завтра я завтрашний влог все-таки что-нибудь сниму покажу куда мы какие магазины зайдем что купим так примерно чтобы не очень длинный влог тоже получился бы плюс это 3 марта так что обязательно к вам выйду все желаю спокойной ночи друзья всех обнимаю и все пока